Женщины должны получить тот же шанс, что имеют мужчины. Человек, который может что-то сделать ручками в IT, он не пойдет на 5 раз меньшую зарплату, кем бы он не был идейным в ВУЗ. И мы очень сильно ставим на релокацию из России, частично из Украины. Для него ПВТ и развитие в IT – это одна из таких точек гордости за результат своих решений. Он очень так лично воспринимает то, что здесь происходит. То есть для него не что-то такое отдаленное, где-то яйцеголовое что-то перед. Аудитория не была удовлетворена, это было видно как бы невооруженным глазом. Американский established понял, что такие инструменты, как Facebook, они могут разрушить саму основу американского общества. Юрий работает со стартапами так, что он не хочет быть операционным участником стартапа. То есть он, поскольку он опытный человек, он понимает, что операционка – это не его сильная сторона. Человеку не так уж и много, на самом деле, нужно. То есть, когда есть достаточно еды, и не очень холодно, и тебя никто не терроризирует каждый день – это, в принципе, уже достаточно основания для счастья. Расскажите, пожалуйста, про детство. Детство, детство. Детство у нас было простое и непростое. Простой в смысле, что мы были из очень простой семьи, а не простой, потому что у всех детей из простых семей детство непростое. То есть у нас была достаточно такая стандартная комбинация для семей из нашего круга, именно семей простых людей с улицы Калиновского, когда отец был, ну, пьяница, потом уже алкоголик, при этом еще был такой достаточно буйный алкоголик. Мать какое-то время это терпела, и, наверное, терпела слишком долго, надо было терпеть гораздо меньше. Потому что, в любом случае, как мы потом с ним развелись, там, разменяли квартиру и жили в коммуналке, это все было гораздо лучше, чем жить в отдельной квартире, но с алкоголиком. Это на это все накладывалось еще то, что это были такие суровые времена. То есть, получается, отец алкоголик не работает, мать библиотекарь. Такие темы. Вся страна вообще живет в нищете от начала 90-х. Ну, то есть еще такое место, где мы жили, это улица Калиновского. Там сам по себе такая публика специфическая была. Там были одни алкоголики, там была еще задача, когда ты идешь от школы домой не отхватить люлей. В день, когда ты не отхватывал люлей от местных хулиганов, это уже был удачный день. Ну, вот в таких мы условиях и росли. То есть, ничего нету. Отец бьянит, на улице дают люлей. Но нас спасало то, что у нас была очень хорошая деревня, очень хорошая бабушка. Она была с ней, и фактически свое детство ассоциирую с тем, как нас воспитывала бабушка в деревне. Я почти не помню своего детства в городе, потому что там еще хорошего не было, и я все про это забыл. Бабушка была такой строгой, но организованной, потому что она была учительница младших классов, пережила войну, и она умела даже небольшие ресурсы распределить так, что, в принципе, жилось нормально. Но там было строго в плане того, что был очень расписанный день. То есть, встаешь, идешь на рыбу, у нас дом был прямо около озера, потом огородные работы, потом полевые работы, потом в лес, потом снова на рыбу, потом в доме брать, потом книгу читать. То есть, все очень так было занято, очень большая дисциплина. Я считаю, что это была очень хорошая школа, потому что люди часто ничего не достигают, просто потому что у них нет дисциплины, они не могут додавить вопрос. А также из этого усвоил очень важный принцип, это вот, которым я руководствуюсь, это принцип фермера. Он заключается в том, что очень точно помнишь, что если ты на огороде не посеешь что-то, а потом не прополешь, а потом не польешь, то ничего не получится. И то же самое и в жизни. То есть, невозможно, ничего не делая, что-то поймать. То есть, все равно нужно что-то посеять, потом это надо затостить, над этим надо поработать. И тогда, может быть, если не случится град, не случится засуха, и не случится заморозок, что тоже, может быть, ты получишь свой урожай. Но нельзя как бы схалтурить, нельзя ничего не сделать, нельзя облиниться, когда ты фермер. И то же самое нельзя это сделать в бизнесе. Потом, когда наши родители развились, мы уже жили, ну, бедно, но получше, мать старалась. Мы жили в коммуналке какое-то время. Потом наш дядька нам там подмог, купил нам квартирку, когда нужно было лет, наверное, 14, что-то такое. С тех пор мы уже жили там плюс-минус. Ну, бедно, но плюс-минус. То есть, самое, конечно, худшее это было в этот период, когда мы жили с отцом-алкоголиком. Я, в принципе, его, как с ним разъехались, он никогда не высказывал никакого желания даже нас увидеть. Я его, в принципе, с 12 лет не видел. Поэтому из-за того, что он даже не ставил никакого хорошего следа, когда он умер, у нас даже была большая дилемма, как бы идти на его похороны или не идти, я не пошел. Потому что, честно говоря, у меня с ним осталось ничего хорошего, осталось только плохое. Поэтому, ну, чего же душой кривить, если я не хочу чего идти. Вот. Но это была хорошая школа жизни, потому что, когда ты растешь в таких условиях, ты понимаешь, что рассчитывать больше, ну, совершенно не на кого, а можешь рассчитывать только на себя. И тебя дальше путь либо жить так, как жили твои родители, пойти вот в это, там, пить, посидеть, там, потом снова пить, потом снова посидеть, ну, там, в 40-50 лет умереть от чего-нибудь, либо искать какой-то другой путь. И поскольку у нас каких-то ролевых моделей не было, мы этот искали путь достаточно долго, то есть обладая теми знаниями, что я бываю сейчас, естественно, что мы могли бы прийти к успеху гораздо быстрее. Но пришлось странно начать работать, я на full-time начал работать 18 лет назад, когда мне было 18 лет, мне удалось получить свободное посещение в университете, и это позволяло мне начать работать, уже начать себя кормить. Ну, фактически, вот уже 18 лет работы на full-time, причем явно без такого work-life balance. И если говорить, что, ну, у нас там есть какой-то там с братом успех, то я могу сказать, что этот успех был очень небыстрым и очень непрямолинейным. То есть это все было такое блуждание по лабиринту и понимание методом путем ошибок, где есть какие-то возможности. Нужно было бы это пройти гораздо быстрее, если бы были более продвинутые родители, было более продвинутое окружение, которое бы просто объяснило, как и что делать. Вот. Но я все благодарен, потому что это дало какую-то внутреннюю силу и дало понимание, что, ну, человеку не так уж и много, на самом деле, нужно. То есть когда есть достаточно еды и не очень холодно, и тебя никто нейтрализирует каждый день, это, в принципе, уже достаточно основания для счастья. А дальше уже все зависит только от тебя и только то, что в твоей голове, и все возможности перед тобой открыты. То есть здесь главное не ныть. Вы считаете себя интровертом или экстравертом? Я очень выраженный интроверт, и поэтому это даже частично влияет на мою работу. Вот мне по работе приходится очень много говорить. Я совершенно неизбежно проводить совещания, говорить с инвесторами, говорить с партнерами. Фактически большая часть дней мне приходится говорить. И меня это настолько изматывает, что я прихожу вечером, я вообще не могу говорить со своей женой, не могу говорить с детьми. Я на выходных стараюсь уходить на целый день на рыбу, потому что мне просто нужно восстановить психологическую энергию от того, что мне против моей натуры приходится все время говорить, все время взаимодействовать с большим количеством людей. Но при этом, я думаю, что у меня из-за моей интроверсивности есть свои плюсы. Я думаю, что я в целом глубже смотрю на вещи, чем если бы я был экставертом. Потому что все-таки эта цельность внутрь позволяет думать про вещи гораздо глубже. Чем занимается супруга? Я уже жена тоже давно. Мы познакомились в университете. Она химик? Да, она училась в той же группе. Была староста этой группы. Поскольку она была староста, в ее обязанности входило по сети прогульщиков вроде меня. Но она мне все время помогала, давала конспекты, помогала с учебой, сообщала, когда будет какой-нибудь семинар, который нельзя не посетить. И так постепенно мы сблизились, поженились. Когда мне был 21 год, я ей 20, мы уже 15 лет вместе живем. И я считаю, что мы так долго живем, потому что одна из причин в том, что мы всегда вместе работали во всех делах. То есть и в издательстве, и вместе в свое время книжки писали. Потом и в IT мы вместе работаем. Она сейчас работает во фло. Она была тем человеком, который изначально запустил контент во фло, сейчас продолжает во фло работать. Соответственно, у нас всегда была некая такая общая зона интересов. Это сильно влияло на устойчивость нашего брака, потому что я вот вижу немного богатых знакомых, ну и почему же таких, как ввиду моей возрастной категории, уже там 40-50. Ну, большинство из них уже во втором-третьем браке. Я даже четко вижу этот паттерн, почему разваливаются их браки. Он примерно всегда один и тот же. Вот почему всегда разваливается первый брак? Потому что вот сходится примерно, как мы сошлись, например, на уровне университета. Потом муж начинает зарабатывать какие-то деньги, и жена говорит, о, ну, мне там не работать не надо, я сяду дома. А они садятся дома, и в этот момент, хотя она могла быть гораздо более развита, чем он на момент, когда она села дома, она примерно на каком-то уровне интеллектуальном, эрудиции, всего прочего, остановится или даже начинает потихонечку деградировать. А он продолжает развиваться просто из-за того, что он продолжает работать. И лет через 10 оказывается, что они на столько разных уровнях и интеллектуально, и по опыту, и по интересам, что у него вообще нет никаких точек соприкосновения. А когда уже нет никаких точек соприкосновения, соответственно, уже нет никаких причин и жить вместе. и там в этот момент появляется кто-то там помоложе, поинтереснее, пободрее, поживее и, используя мужские слабости, коровку водит из стойла. Это паттерн, который повторяется просто в случае богатых мужиков, наверное, в вероятности процентов 75. В случае небогатых мужиков, я думаю, он не повторяется ввиду жилищных проблем и прочих, и того, что не возникает эта разница между супругами. Поэтому мой совет, чтобы, если вы вышли замуж за человека, который становится богатым, владельцем бизнеса, успешным, это максимально пытайтесь ему соответствовать, то есть максимально пытайтесь остаться с ним на одном уровне, хотя бы интеллектуально порудиться, потому что должен остаться общий интерес. А что, собственно говоря, кроме того, чтобы было вместе интересно и хорошо, вообще это будет держать союз? Ну вот что, ничего, то есть дети, дети. Это уже, наверное, не та причина, из-за которой люди, которые давно друг друга постыли или живут вместе. Если вбить в гугл Гурске, то сразу появится информация про Юрия Гурского и тяжело ли для бизнеса и лично психологически иметь брата, да еще близнеца, про которого больше пишут и говорят? Нет, не тяжело, потому что… Я, может быть, ввиду своей интроверсивности, а может, ввиду какой-то высокого уровня осознанности, в принципе, достаточно… Моя оценка, самооценка достаточно мало зависит от того, что думают окружающие или что про меня пишут. Она гораздо больше зависит от того, как я достигаю своих собственных целей, как я оцениваю сам. Поэтому у меня нет никакой проблемы с тем, что про Юрия пишут больше. Даже по-своему, я бы хотел, чтобы про меня писали поменьше. То, что я частично своими усилиями, частично усилиями Юрия, я уже в такой, в определенной зоне дискомфорта ввиду узнаваемости, потому что, ну, уже слишком много узнают. И, соответственно, это тоже давит, когда часто к тебе подходит, когда ты, например, не можешь… Я практически никогда не хожу ни на какие мероприятия, потому что я знаю, что меня просто вымотают тем, что подойдет несколько десятков человек, с каждым нужно будет поговорить, с каждым ответить на вопрос, каждый попросит назначить какую-нибудь еще встречу. Это мне просто жутко выматывает. Я бы, по-своему, хотел иметь не большую известность, я бы хотел иметь меньшую известность. А вы часто спорите? С Юрием? Нет. Очень редко. Мы не спорим, потому что у нас достаточно четко разделены роли, и мы разделяем принципы принятия решений, что решения принимаются не на основании того, что я такой большой эксперт, и, исходя из моего мнения, он должен приниматься, а они принимаются, исходя из проверки гипотез какими-то объективными факторами. И когда есть объективный фактор, о чем спорить. А как Юрий работает со стартапами? Им надо чего-то опасаться? Юрий работает со стартапами так, что он не хочет быть операционным участником стартапа. То есть он, поскольку он опытный человек, он понимает, что операционка – это не его сильная сторона, а есть у него другие сильные стороны. Он находит хорошие темы, находит хороших людей, находит им ресурсы, а дальше ему помогает, но не мешает, операционку не лезет. То есть они работают как фаундеры, они работают, управляют своими компаниями, он не становится, типа там, ко-сеу или сеу, и не занимается тем, что рулит всем с утра и до вечера. Вы участвовали в подготовке декрета номер восемь? У меня была своя роль, как и у многих других людей, которые участвовали в этом процессе. Декрет, на самом деле, готовился к большим количествам людей. Была более узкая группа, которая, собственно, там, идеи других людей сводила и оформляла. Толчок к декрету, основной толчок был во время визита президента в офис Виктора Прокопения, когда были озвучены проблемы, и президент дал отмашку – ну, есть проблемы, дайте предложение. И тогда Нинчевский, Всеволод, руководитель ПВТ, собрал людей, написали всем компаниям, что давайте предложение, что вам мешает работать. Многие компании откликнулись, многие люди откликнулись. Например, вот я помню, такой большой документ ЕПАМ прислал. В итоге собралось большое количество предложений. Их просеяли через сито, и все равно получилось, что очень-очень много всего, что нужно сделать. И были большие вопросы, что так много всего нужно сделать, а вообще, ну, вообще даже есть смысл ли с этим идти наверх, не подписать ли что-то более компактное, потому что, ну, как-то вот всего очень-очень много, то, ну, потому что декретом 40 страниц мелким шрифтом – это фактически там на каждой странице по несколько пунктов различных вещей. И вот большая заслуга Всеволода Нинчевского в том, что он занял позицию только на максимальный результат, и он смог так организовать людей, что и чиновники, и люди из отрасли поучаствовали в этом процессе, написали хороший документ. А дальше была просто огромная работа в плане того, чтобы согласовать этот документ в большом количестве ведомств, во всех министерствах, в госконтроле, в администрации президента. Большое-большое количество ведомств – это была огромная такая, вхажем в хорошем смысле, бюрократическая работа – всех убедить. И вот Всеволод себя проявил как такой очень хороший организатор и очень такой последовательный, энергичный человек в плане достижения этой цели. Но все равно были некие сомнения, что президент такой революционный декрет подпишет, он оставался до последнего момента. Но вот президент подписал, поддержал, и это были очень хорошие новости для нашего IT. Я объективно вижу, что в этот момент начался такой очень сильный разогрев отрасли. И в чем-то это очень хорошо, в чем-то может быть не очень хорошо, но то, что разогрев пошел, то, что рост ускорился – это совершенно объективный факт, это видно невооруженным взглядом. А что нехорошо? Нехорошо то, что, наверное, сейчас спрос на кадры очень сильно превышает предложение, и это вызывает определенные эффекты перегрева. Эффекты перегрева – это даже не то, что проблема, что есть рост зарплат. Это в том, что, по большому счету, у людей гораздо меньше стимул развиваться. То есть они понимают, что не это так другое и так доброе, и, соответственно, стимулы профессионально развиваться, они становятся меньше из-за перегрева, что хоть какие-то люди должны. Вот сколько я себя помню, был вот этот вот мантра, что спрос на людей больше, чем количество людей, и все рухнет, и все плохо. Ну, это уже лет 15, наверное. Эта история длится. Сейчас острее всего. То есть на том, как сейчас, по сравнению с тем, как раньше, сейчас, конечно, эта разница между спросом и предложением, она исторически имеет наибольшее значение. Но, с другой стороны, появился другой фактор из-за того, что зарплаты очень сильно выросли в последние годы, и сейчас стали, наверное, даже больше, чем в Москве, и точно больше, чем в остальной России. Мы видим очень интенсивный поток сильных людей из России. И мы очень сильно ставим на релокацию из России, частично из Украины. Но из Украины сложнее идет, потому что там тоже высокие достаточно зарплаты, потому что они тоже ориентированы на Запад. И этим занимаются другие компании, и частично, к минимуму, в части менеджеров, продактов и таких специалистов высокого уровня, частично Россия проблему решает. И в этом плане, про высокие зарплаты, это, конечно, благо, да, что эти высокие зарплаты позволяют не то, что, как от нас раньше, там, поездами в Москву уезжали, а то, что мы уже начали интенсивно привлекать людей из России. В этом, конечно, большой плюс роста зарплаты, что они позволяют это делать. А в ФЛО много людей реалансировало? Ну, пока не так много, но это процесс, который растет. То есть, на данный момент, наверное, человек пять в менеджменте, но, например, скажем, продакт, а мы сейчас фактически ищем только в России, потому что, ну, в Беларуси мы понимаем, что шансы достаточно маленькие найти продакт того уровня, который нам нужен. Что надо сделать, чтобы больше людей приезжало в Беларусь работать? Ну, самое… Смотря откуда. Смотря откуда. Ну, из России и Украины – это самое реальное. А… Из России, на самом деле, по большому счету, кроме того, что зарплаты должны быть выше или, как минимум, не хуже, чем в Москве, а минус должен оставаться комфортным, комфортным, безопасным городом, в котором там все есть для хорошей жизни, ничего больше не надо. Плюс должны появиться какие-то интересные компании, к которым люди просто интересно релаксироваться. Потому что люди, ну, они… Когда они уже находятся на высокой позиции, и у них там, то, что у них будет там зарплата на тысячу, две или даже три больше, чем у них где-то есть, это, ну, не основание для того, чтобы делать релакейшн. А вот то, что ты будешь ответственный за какой-то проект, который играет на первом рынке, который технологически очень сложный, ты будешь работать в коллективе таких же продвинутых людей, вот это то, что уже может влиять на такой выбор. Тогда, когда принимался декрет, вы давали комментарий для Financial Times и сказали, что не собираетесь уезжать из Беларуси, цитата, здесь у нас есть имя и репутация, если уедем, то будем конкурировать с Google, станем еще одной компанией с ужасным русским акцентом. Какие еще причины не уезжать? Ну, в этой фразе там была определенная ирония и шутка, которая не передалась в тексте, кто был опубликован уважаемым медиа, но на самом деле в этом есть доля правды, потому что успех IT-компании, особенно продуктовая IT-компания, она определяется способностью привлечь талантливых, энергичных и преданных делу людей, и таких людей всегда не очень много, и ты всегда за них воюешь. А все-таки что конкретно вы делали для принятия восьмого декрета? Я участвовал в том, чтобы генерировать изначальный список проблем, которые нужно решить. Этот список проблем, отчасти это отсутствовало в Беларуси, от нас был чекан от Хаксуса, он был озвучен на встрече с президентом. И дальше я участвовал как эксперт в области того, чтобы буква этого декрета соответствовала бизнес-практике, но я был далеко не единственным человеком, который в этом участвовал. Таких людей было достаточно много как со стороны государства, так и со стороны компании, поэтому если я могу сказать, что я в какой-то степени был среди отцов декрета, то таких отцов было много и были гораздо больше. Отцы, скажем, роль, например, Всеволода Инчевского в сто раз больше, чем, например, моя роль в деле декрета, или роль президента. В конечном итоге декрет был инициирован президентом, был подписан президентом, поэтому без воли президента на то, чтобы эта история росла, ничего бы не получилось. Поэтому все-таки там есть люди, которые на это, честно, сыграли ключевую роль, а мы им просто помогали. А на последней встрече президента вам удалось с ним пообщаться? Лично нам не удалось с ним пообщаться, потому что там было очень много участников и жесткая повестка. Но вот президент озвучивал свое отношение к декрету, как он принимал это решение. Было видно, что для него ПВТ и развитие ВВТ — это одна из таких точек гордости за результат своих решений. Он очень так лично воспринимает то, что здесь происходит. То есть для него не что-то такое там отдаленное, где-то там какие-то яйцеголовые что-то пилят. Он воспринимает это очень-очень близко, потому что во многом, конечно, президент уже смотрит на то, что на результаты своей работы, это один из хороших результатов его работы. То, что в Беруси есть хорошая, она объективно хорошая IT-отрасль. Она может быть не рекордная, но если мы там будем ее сравнивать, скажем, не с Израилем или Эстонией, а будем ее сравнивать с кем-то более понятным, например, Литвой, Латвии, Эстонии, Россией, Украиной, у нас более развитая IT, как бы и количественная, я думаю, и качественно более развитая. Поэтому здесь есть, что за честь как бы в область своих достижений как руководителя страны. А если бы получилось пообщаться, что бы вы сказали или спросили? То, что реально мешает развитию и страны, и отрасли, это то, что есть проблемы в системе образования, и эти проблемы, их нужно начинать решать, в том числе силами самого ПВТ. Я бы, наверное, просил президента, что давайте мы немножко пересмотрим о том, зачем вообще существует ПВТ, давайте мы сделаем ПВТ как таким драйвером роста IT-образования в нашей стране, это будет главной миссией и смыслом существования ПВТ, и на это будут потрачены ресурсы ПВТ. Как самая такая понятная простая идея, вот скажем, даже если сейчас выходит постановление, давайте, вот скажем, сейчас многие хотят быть парамисстами, да, а набор маленький, при этом мы понимаем, что человеку главное вязаться в драку, даже если его там плюс-минус не блестяще научат, но все равно потом у него большие шансы доучиться, но если он уже вязался в драку, пошел в этот ВУЗ, он там станет парамисстом, станет этих нулем, но набор очень маленький, конкурс в таком-нибудь бакуирует, а вот просто надо быть настоящим гением, чтобы там все сдать на 100 баллов, чтобы туда поступить, даже на платное, не говоря про бесплатное. И скажем, даже если принимается решение сверху увеличить набор, а кто будет ищить, а где будет ищить? Сейчас же основная проблема в том, что человек, который может что-то сделать ручками в IT, он не пойдет на 5 раз меньшую зарплату, каким бы он не был идейным, в ВУЗ. Значит, самое простое решение, таким-то образом дать им возможность заработать те же деньги, что они зарабатываете хотя бы лучшим, которое будет нести современное знание. У ПВТ сейчас, скажем, есть десятки миллионов долларов, ну, исходя из сбора. Скажем, если мы, например, датируем 500 профессоров в год, скажем, каждому мы плачиваем дополнительно, скажем, по полторы тысячи долларов в месяц, чтобы довести до зарплат в отрасли. Это было всего лишь 10 миллионов долларов в год. Это меньше, чем ПВТ собирает с компанией. То есть можно было бы просто раскачать преподавание просто таким простым решением. Но ПВТ, чтобы это сделать сейчас, там есть огромное количество всяких бюрократических вещей, которые невозможно сделать из-за того, что это госорганизация. А разве это не двигается в эту сторону? Разговоры же идут? Ну, разговоры идут, но они сильно двигаются. Вот. То есть хотелось бы, чтобы это двигалось быстрее и, в том числе, двигалось на уровне таких, как бы сказать… В чем проблема? Что… Ну, слабые решения никогда не работают, да. Вот просто установка, давайте вот там про текущий ПВТ, он будет еще и за образование отвечать, да. То есть он не сработает. То есть сработают только сильные решения, да. Что вот ресурс, вот это основная цель, вот эта задача, давайте двигаться в этом направлении. Да, есть некие шансы. Так, ну… И так это просто очень еще сложно. Там огромное количество бюрократических вещей, за которые даже просто тупо эти деньги нельзя грамотно, ну, легко и просто даже распределить. Просто из-за того, что это заграничение госорганизаций. Причем я сам лично несколько раз сталкивался с достаточно глупыми ситуациями, да, когда проводится конкурс по Стэму, и ПВТ обращается к компаниям «Купите сувениры», потому что мы, исходя из своего статуса, не можем купить сувениры, там, на несколько тысяч долларов, при том, что у ПВТ денег хватает. Они просто не могут. Они вот так зажаты вот этими всеми государственными вещами, что они нужным образом эти деньги даже потратить не могут. А если кто-то решится их потратить, то он выйдет за какие-то границы и будет нести определенные риски, в том числе на этом решении со временем и залететь лично. Поэтому здесь, чтобы это все заработало, здесь требуется более сильное решение, чем просто, что давайте мы эти деньги потратим таким образом. Кроме увеличения зарплаты преподавателей, можете назвать еще три вещи, которые надо поменять в белорусском образовании прямо сейчас? Должен очень сильно увеличиться STEM-вектор в образовании. Это то, что мы даже за счет своих собственных средств спонсируем в рамках образования для будущего. А почему он должен усилиться? Потому что людям надо показать модель детям и дать веру, что IT — это не что-то там такое заоблачное, это не для каких-то гениев, это достаточно простая вещь, которая не сложнее любой другой деятельности. Ты можешь попробовать, ты можешь тоже в этом участвовать. И даже, по большому счету, необязательно заканчивать вуз, чтобы получить свою долю успеха в IT. Ты просто должен прийти в какой-то класс, написать программу, ее запустить, увидеть, что она сработала, съездить с ней на конкурсы, и ты поймешь, как работает это все IT, что в этом нет никаких сложностей, и дальше ты будешь как бы такой empowered это сделать. Второе, на что бы я очень серьезное внимание обратил, то, что мы начали при этом разговоре, я считаю, что нужно очень сильно менять, даже давить, что ли, на то, чтобы больше девочки вовлекались в STEM-направление, потому что у нас все-таки эти гендерные стереотипы очень сильные. Я это вижу и по тому, сколько, как выглядят классы в Гуири, это вижу, как выглядят классы в Шаге, как выглядят классы у моего ребенка, как выглядят Олимпиады. И это фактически означает, что мы сейчас не используем половину человеческого потенциала, которым, может, и больше даже, чем половину человеческого потенциала в развитии нашей страны. Вот. А третье, мне кажется, что должна быть некая система, которая позволит наиболее талантливым преподавателям хорошо заработать. Вот. Чтобы была бы какая-то система, чтобы они, как в свое время, например, Сорос, очень многие преподаватели были мотивированы тем, что они могли получить, там, от Сороса, в 90, например, тысячу долларов. То есть, бешеные деньги были по тем временам. Тысяча долларов – это прям очень многих двигало. Вы с братом, когда открывали ассоциацию, говорили, что будете отдавать 10% дохода на развитие образования в Беларуси. Получается так делать? У меня получается. Мы, думаю, что мы так говорили, что мы 10% коммитет, типа, 10% дохода тратить на благотворительность. И у нас есть не только образование, не только ассоциации, разные активности. У меня вот есть даже специальные файли, где я веду свои доходы, веду все свои, типа, там, гранты, которые я раздаю на различные вещи, в том числе, я один из, ну и Юрий, мы одни из основных спонсоров ассоциации, но при этом я хочу, чтобы ассоциация-то не была, как бы, как такая карманный проект гурских лозных еще нескольких людей, чтобы это, как бы, стало примером, стало делом всей отрасли, может быть, даже всего бизнеса, чтобы показало пример, что вот есть и такая, такой способ потратить свои деньги и, возможно, он более даже приятный и полезный, чем, там, купить очередную тачку. Можете порекомендовать, кроме ассоциации, куда можно в Беларуси пожертвовать деньги? Ну, я, наверное, не хочу делать список, потому что я боюсь кого-то упустить, и они обидятся ввиду ограничения времени, но, наверное, в особости тех, кто мне впечатляет своей энергией, я бы отметил синюк из имен, да, просто потому что это вот такой, как бы, человек с огромным просто фокусом и энергией, и я считаю, что вот имена работают очень эффективно и делают большое дело, и таких есть ряд проектов, но, на самом деле, в Беларуси, честно скажу, черти развита очень-очень-очень слабо, в том числе и организационно. Это была одна из причин, почему мы создали ассоциацию, потому что мы изначально хотели просто, там, какую-то сумму, ну, отдать на черти. Мы стали смотреть, кому отдать, и не обнаружили. То есть мы поняли, что, ну, отдать в ту систему, которая была на тот момент, это просто было выкинуть эти деньги. Поэтому это пришлось создать ассоциацию, чтобы самим учиться тратить деньги на благотворительность плюс-минус эффективно. Поэтому мы во многом не форсируем ее, ну, как бы, набор денег ассоциаций быстрее, чем мы понимаем, что мы можем их освоить эффективно. Кто придумал Фло? Фло придумал мой брат Юрий Гульский. И история Фло, как бизнес-проект, она берет свое начало в Спортком. Это вот было отделение Виаденах, которое в 2011 году купили израильтяне, Тадисаги, израильским миллиардерам. Часть из него, совместный проект Юрия с Виктором Прокопени, часть из него занимался спортивными приложениями в области здоровья. Достаточно успешно на тот момент был одним из лидеров рынка. И в тот момент было уже видно, что существует сегмент женских приложений, но этот сегмент был очень интересным. Потому что, с одной стороны, там был очень большой объем инсталлов, а с другой стороны, общий уровень проектов по сравнению с Хелсенфитнесом остальным, типа там бега и так далее, там был гораздо ниже. Ну, фактически это были, как мы называем их, розовые календарики, такие простенькие апки-поделки. И этот рынок удивительным образом долго не развивался. И тогда я не совсем понимал, почему он не развивается, а сейчас я понимаю очень хорошо, когда я приобрел опыт в этом рынке. Проблема заключается в том, что возник некий такой порочный круг. То есть мужчинам эта тема непонятна и даже, ну, что ли такая, как сказать, это не то, с чем ты можешь прийти к своим друзьям и похвастаться, а я собираюсь запустить там период трекер. То есть они максимум над этим посмеются, а в худшем случае даже будут разниться, что мы, собственно говоря, тоже на каком-то этапе переживали до достижения большой эвалюации. А женщин-предпринимателей, к сожалению, не так много, как у нас, так и на Западе. Соответственно, проекты не создавались толково. Раз нет проектов, нет раундов, венчанных раундов. Нет венчанных раундов, нет больших компаний. Нет больших компаний, нет больших эзитов. Нет больших эзитов, нет бечмаков для новых участников создавать как бы новый круг компаний. То есть рынок заморожен, и заморожен по совершенно иррациональным причинам. Но для нас эта иррациональная замороженность сыграла хорошую роль, потому что мы в этом увидели возможность, что раз на этом рынке нет толковых проектов с тем уровнем качества, как сложились уже к тому времени в других сегментах, значит, это возможность создать проект такого уровня и, соответственно, хорошо сыграть на этом рынке. Это был основной толчок к тому, чтобы создать фло. Это был достаточно рациональный бизнес-решение на той стадии. То есть было ощущение, что рынок большой, при этом не развивается и конкуренция очень низкая. В принципе, этот рынок особо с тех пор не изменился. То есть конкуренция, конечно, выросла, но она не достигла того уровня, который мы видим в других сегментах сравнимой величины. Все равно как Юрий, мужчина, мог понять, что те календарики, которые были на тот момент, они плохие, не нравятся женщинам, и надо сделать какой-то другой, более хороший календарик, и он выстрелит. Юрий, ну, изначально Юрий и потом уже мы действовали достаточно, поскольку мы, естественно, чувствовали, что мы являемся экспертом в этой теме. Юрий действовал таким достаточно что ли аналитическим путем. То есть он анализировал просто, что есть, какие есть потребности, говорил с пользователем, что их эти продукты не удовлетворяют. Но то, что они недоразвитые, это было видно просто банальным сравнением, типа, как они выглядят, какой у них нет дизайн, как они работают, сколько там есть до единицы из-за того, что они падают, в сравнении с какими-нибудь продвинутыми приложениями в хаос и фитнесе. То есть то, что аудитория не была удовлетворена, это было видно как бы невооруженным глазом. Но это была бы слишком красивая простая история, потому что реально, несмотря на всю эту работу, изначально мы ошиблись. Потому что первым был не фло, первым был календарь офф. То есть мы, сделав всю эту аналитическую работу, мы сделали неправильные выводы и сделали такой более сложный календарь, в котором было много всякого функционала, но при этом люди его не переваривали. Ну, в смысле, что это был слишком сложный первый опыт, и он аудиторию не удерживал. И фло уже родился как упрощенный вариант ова, просто его упрощением. Потому что в этой точке мы поняли, что крайне важно, чтобы первый опыт был очень простым. То есть даже создавая сложный продукт, нужно делать очень простой пользовательский опыт. И мы пришли к такой концепции, это мы называем типов айсберг. Это значит, что каждый момент пользователь видит лишь маленький элемент продукта, а все остальное, весь предминт и функционал, он должен возникать в нужный момент. И вот когда мы сделали простой продукт по этой логике, он уже пошел очень хорошо. Ну, не сразу, естественно, но начал расти. И сейчас фло — это самый популярный продукт не только по активной аудитории, не только в женском сегменте, но вообще в сегменте health and fitness. То есть мы сейчас имеем 26 миллионов активную аудиторию месячную, но для сравнения следующий игрок — это Fitbit с 20 миллионами, потом MyFitness пал с 14, а все остальные там меньше. Какой-то там Calm, который был оценен в миллиард 4 миллиона, там HitSpace — там 3 миллиона. То есть намного-намного-намного меньше. И почему нам удалось это сделать? Потому что нам удалось найти некий баланс между простотой user experience, особенно первого user experience, и мощным функционалом, большой value, который создает продукт потом. И в этом он очень сильно обыграл конкурентов, которые либо были слишком сложные, ну, пытаясь создать ценность, они бы создали слишком сложный продукт, либо, пытаясь быть простыми, они не создавали value, потому что просто период трекера — это не value, ну, он не создает большой value, то есть он создает value через другие сопутствующие части продукта. В этом плане Flow уникален, именно поэтому он победил конкурентов. Например, сейчас, если мы говорим про западный рынок, Flow примерно в 3 раза больше, чем ближайший конкурент Clue, который поднял 30 миллионов долларов и стартовал на 2 года раньше Flow, и намного больше, чем все остальные. Flow решает проблемы, которые фаундеры не могут почувствовать на себе, понять, и это мешает или нет. Ну, наверное, в какой-то степени это, конечно, мешает, а в какой-то степени, возможно, даже и помогает быть более объективным, потому что личный опыт, он все-таки тебя направляет в сторону решений, которые связаны именно с твоими проблемами. Но твои проблемы — это только твои проблемы, и ты можешь относиться к группе людей, кто, скажем, 1%, или 2%, или 3%, но ты будешь, исходя из твоего опыта, принимать решения, направленные на 100% аудитории. И будут ли хорошие такие решения, основанные на личном опыте — это такой очень большой вопрос. Мы все-таки используем такой подход более аналитический, и когда мы анализируем пользовательский опыт, анализируем отзывы, анализируем сегменты, анализируем данные, анализируем все метрики, исходя из этого принимаем решения. Но при этом у нас сейчас в компании 65% уже сотрудников — это женщины, поэтому у нас экспертизы в плане пользователей продукта более чем хватает. А кто-то из этих 60% женщин принимает продуктовые решения? Принимают, скажем, очень серьезная часть. Во-первых, у нас такая достаточно меритократичная структура, в плане того, что у нас нет такого вот диктатора, который говорит, что вот мое решение, оно таким будет. У нас каждый может внести свой вклад, но самое главное, я даже приветствую такое, я называю его thoughtful disagreement, это значит, что с любым даже со мной можно вполне прямо спорить, ну, thoughtful, то есть дайте цифры, дайте факты, дайте аргументы, мы поспорим, чьи аргументы сильнее, чья дата сильнее, чей эксперимент сильнее, и тогда мы примем, исходя из этого, решение. Потом каждый человек, который может принести какое-то обоснование своей гипотезе, он может повлиять на развитие продукта, часто так и происходит. Ну, скажем, у нас из топ-менеджмента, у нас chief medical officer, то есть человек, который отвечает вообще за контент, а контент – это огромная часть продукта, это половина, может, и больше, женщина и врач. И почти вся команда контента и медицина, соответственно, женщины. Ну, понятно, что среди инженеров у нас женщин меньше, но тоже есть. Среди продуктов сейчас одна женщина. Конечно, хочется иметь больше, но здесь проблема даже не во фло, а проблема в том, что на рынке просто женщин не так много, к сожалению. Хотелось бы, чтобы их было гораздо больше, потому что, конечно, в идеале хотелось бы, чтобы команда фло, то наверху она, в том числе команда C-Suits, то есть те, кто наверху, у нас была минимум половина женщин. Сейчас у нас наверху менеджмента меньше, чем половина женщин. Но это не из-за того, что мы такие, что ли, сексисты, а просто исходя из того, что, к сожалению, не так много есть женщин с соответствующими, как бы, навыками на нашем рынке в IT. Их просто, на самом деле, достаточно мало. Я вчера смотрел как раз видео 18-го года, января. Может, и в тысячу, и десятка в тысячу долларов, просто из-за того, что девочка не понимает математики. И это очень существенная проблема просто из практики. Мальчики лучше понимают с точки зрения аналитики с мальчиками. Обычно проблем меньше. Сохранилась эта проблема? Это же проблема заключается не в том, что девочки хуже в математике. Здесь проблема гораздо глубже. В том, что у них хуже подготовка в математике. У них хуже подготовка в математике не потому, что они глупее, а потому, что мальчикам родители говорят, «Ты мальчик? Иди в Бгуир. Или иди на матфак. Или иди на физфак. Или мы тебя наймем репетиту по математике, или иди в шаг. А ты девочка? Ну хорошо, отправляем тебя на бальные танцы, на английский и так далее пойдешь в инъяс». То есть родители определяют путь девочки исходя из своих шаблонов. При этом я абсолютно уверен, что если мы берем какие-то экстремумы, то способности девочек и мальчиков, они абсолютно сопоставимы. Даже мы можем вспомнить какие-то свои школы. Вот скажем, посмотрим какую-нибудь там школу. Что там девочки хуже учились, да они обычно лучше учились. И если мы берем какую-нибудь математику, понятно, что там было пару, может быть, мальчиков таких, которые типа гений, которые побеждали на олимпиадах. Но если мы возьмем там просто хорошо учащихся, или даже средне блестящие учащиеся, там даже девочек было больше. У них ничуть не хуже способности. То есть проблема в том, куда их потом направляют. Естественно, что когда ее отправляют, вместо того, чтобы она училась в программировании математики, отправляют в НИАС, естественно, что потом она приходит, она, даже если она становится маркетологом, она не может понять цифры. Ну не потому, что она глупая, она может быть в 10 раз умнее того мальчика, которого отправили на физфак. Просто она не получила соответствующей подготовки, и она даже в себя не верит. То есть ей кажется, ну я девочка, я как я об этом и всем разберусь. И это очень плохой стереотип, который очень сильно ослабляет и отрасль, и, наверное, экономику в целом, что мы фактически не используем потенциал женщин в полной мере. А у вас нет ощущения, что средняя женщина была бы лучшим программистом, чем средний мужчина? Потому что она меньше отвлекается, более дисциплинированная? Я практически в этом уверен. Женщины действительно обладают лучшей памятью и большим вниманием к детали, чем мужчины просто от природы. А так то, что зачастую и надо, почему нет? Над вами подшучивать из-за того, что вы занимаетесь женским календарем? Сейчас уже нет. Когда мы достигли эвалюации больше 200 миллионов, уже все шутки кончились. А раньше достаточно часто, причем местами это были весьма злобные шутки. Но мы никогда уже на это внимание не прощали. Потому что мы знали, что мы делаем нужное дело, и делаем его качественно и увеличиваем добро в мире. Поэтому никогда это нас особо не смущало. Хотя я скажу, что это нам очень долго мешало в найме. Потому что нам было трудно нанимать на такой проект мужчин программистов. Потому что они, а, не понимали, б, относились брезгливо так немножко, что тут вот какой-то период трекер пились. И нам очень долго было сложнее, чем в альтернативном проекте такой же величины, скажем, было нанимать особенно технорей. А сейчас уже нет. То, что уже цифры победили стереотипы. Сейчас уже этого мы и не видим. А можно пример такой подшучивания? И как на него ответить? Это были такие мелкие шуточки, типа менструальная команда, типа бизнес на крови. Ну, вот такие не очень умные и достаточно такие плоские. Но, к сожалению, это вот… Я, мне кажется, на это особо не реагировал. А вот то, что это создавало определенный имидж вокруг проекта, который мешал найму из-за того, что вот те, кто приходили, думали, ну, так как я вот пойду с друзьями, выпью пивка и что скажу, что я пилю флот, пилю трекер, который там трекает менструации, вообще там все про кровь и вообще непонятно что. Вот это действительно мешало до определенной стадии. Сейчас уже нет. А вы можете представить себя женщиной? Это сложно, но я могу сказать, что я достаточно точно, из-за того, что я уже сильно очень погружен в женские проблемы, женскую жизнь, из-за того, что я веду проект, который покрывает стадиями всю женскую жизнь, которая уходит сильно в медицинскую проблематику, я очень точно понимаю, что жизнь у женщины гораздо более сложная, чем у мужчин, просто даже от природы. Потому что, скажем, даже то, что ты имеешь месячное, это все-таки не благословение Божье, это все-таки такой достаточно трудный период, там, в несколько дней, там, от нескольких дней до недели или больше, которых многих связано с болезненным ощущением, со слабостью, это надо переживать каждый месяц. Дальше ты внашивши ребенка, у тебя это физически тяжело, у тебя большинство будет токсикоз, последние стадии беременности тоже физически очень тяжело, потом это ребенка надо кормить грудью, заниматься с малым. А кто с мужика посидит на день посидеть с малым ребенком, он с ума сойдет, он 10 работ предпочтет, он предпочет работать внеурочно, там, по 3 смены, лишь бы с ребенком не сидеть. Потому что он не может кормить грудью, если бы кормил, было бы легче. Нет, потому что это очень сложно, это объективно очень сложно для всех, но у мужчин есть уважительные причины, как с этого слинять, а у женщин такой уважительной причины нет. При этом на мужчин есть только одно давление, что ты должен стать успешным в профессиональном плане. А что значит успешно? Ну, если 500 долларов заработал, нормально, ты уже мужик. А на женщина временное давление, что ты должна хорошо выглядеть. Кто мужика требует, чтобы он хорошо выглядел? Никто не требует. Ты должна быть хорошей матерью. Ты должна еще сделать какую-то карьеру. Ты должна то, 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 то. А при этом еще женщины перфекционистки, то есть им хочется, чтобы они это все успели. И в итоге возникает такой типичный женский невроз из-за того, что от меня все только все ждут, а я это не могу делать, я несовершенная, я несчастная, и вот начинаются психологические проблемы. Я думаю, что у мужиков бы в такой ситуации психологические проблемы бы начались еще раньше, когда тебя все столько ждут, ты всего этого не успеваешь, при этом у тебя есть месячный, тебе надо выращивать ребенка, тебе нужно сидеть с малыми, при этом твой муж еще безобразничает. Ну, это мужикам гораздо проще, кажется. Пошел на работу там, типа оттыкал в клавиатуру, где-нибудь пришел, ужин съел, типа с телефоном лег, ну, как бы уже и сошел нормально. Граждо проще. Вы феминист? Я феминист в том отношении, что я считаю, что многие вещи, которые общество предписывает женщинам, как они ограничивают женщинам, они сейчас никак рационально не обоснованы. То есть они были когда-то обоснованы, скажем, когда вот была тяжелая работа в поле, и при этом не было детсадов, и было пять детей, и при этом надо было еду готовить самим. Там было вполне обоснованное это разделение, что муж идет на охоту или в поле, а женщина сидит дома. Сейчас в поле как бы не надо по 14 часов стоять, плуг пихать, а тыкать двумя пальцами по компьютеру, как бы оба пола могут одинаково эффективно. И очень многие такие стереотипы, они уже совершенно себя и жили, но при этом они продолжают влиять на жизнь женщин, просто потому, что так сложилось, так положено, так всегда жили. И влияют они на эту жизнь негативно. Поэтому, естественно, что я в том плане феминист, что женщины должны получить тот же шанс, что имеют мужчины. Для того, чтобы женщины получили тот же шанс, что имеют мужчины, многое должно измениться и в обществе, и многое должно измениться и в самих мужчинах. И сколько сейчас у флоу учредителей? Ну, не учителей, сколько у часть шехолдеров, да? Потому что учредители, это те, кто основали компанию, их как 4 было, их 4 осталось. Сейчас, по-моему, 15. 15 человек в каптейбле. Не человек, а организации. То есть там людей там типа нет. То есть это фонды, которые инвестировали у нас, 5 или 6 фондов, включая американские 6 фондов. Ангельские инвесторы, которые инвестировали на более ранних стадиях, ну, скажем, в числе акционеров флоу. Изи Брейн, основатель Маскарада, Евгений Гончар. Еще ряд людей. Борштаг, кстати, тоже кусочек купил год назад тоже. Вот у нас есть ряд ангелов, ряд фондов и основателей. Изи Брейн, Петр Скромный, он как-то помог с продвижением? Очень сильно и до сих пор помогает. Потому что фактически наш изначальный с ними разговор был про то, что мы позволим купить, это было 3 года назад, но их типа там задача как бы фаундеров Изи Брейн, коллектива Изи Брейн, это помочь компании с ростом. И вот фактически изначальный рост флоу был очень в значительной степени обеспечен усилиями тогдашних фаундеров Изи Брейна. Еще одного человека, наверное, не буду его называть, потому что он так очень закрытый. Я не уверен, что он испытает восторг, если мы будем его называть. Но фактически, когда мы позволяли инвестировать в флоу в ранних стадиях, с этим был всегда связан очень четкий коммитмент. И это очень сильно помогло на самом деле. То есть не только деньги, но еще… Да, потому что деньги, они мало, это значит по-крупному. По-крупному самое главное – это экспертиза. И на ранних стадиях ты не можешь купить экспертизу, потому что у тебя просто маленький проект, тебе никто не пойдет, даже если ты заплатишься. Тебе нужно каким-то образом экспертизу получить другим методом. И это один из способов – это фактически привлекать английских инвесторов. Я понимаю, помощь заключалась в том, что по слову «период трекера» в сторе фло появился где-то высоко. Это была одна из частей работы. Ну понятно, что там были сделаны профессиональные усилия на то, чтобы флоу органически выросли. Это сводилось только к появлению по «период трекера». Это был комплекс усилен. Самое главное, что в этой точке была применена очень хорошая экспертиза и ряд правильных решений. В том числе с нами были расшарены внутренние ресурсы наших партнеров в виде их менеджеров, в виде их специалистов по маркетингу. Это на той стадии, когда у нас не было своей собственной сильной маркетинговой команды, это очень сильно помогло. А что еще, кроме оптимизации по кейворду? Как еще маленькому проекту стать видимым в сторе? Это не только же сводится к оптимизации по кейвордам, а фактически то, что называется SO – App Store Search Optimization. Это комплекс усилий, который сводится к тому, что надо добиться высокой конверции, станиц, надо добиться выдачи по всем основным кейвордам, надо, чтобы тебя там начали выдаваться в вебе. То есть это комплекс усилий, которые достаточно такие понятные, но они долгие и требуют определенной экспертизы. И в целом именно добиться органического роста – это такая достаточно сложная история в случае насыщенных рынков. Но флоп пришел не на очень насыщенный рынок, поэтому это получилось. А сейчас, например, наши английские инвесторы, наши партнеры в последний период нам помогают уже с платным user acquisition, потому что мы запустили монетизацию, и, соответственно, сейчас будут происходить более интенсивные платные user acquisition, чем он был ранее. Опционы помогают нанимать? Опционы помогают нанимать, но я бы сказал, что из-за того, что у нас еще очень мало кейсов в стране, когда люди зарабатывали на опционах, и в значительной степени даже те случаи, когда люди зарабатывали на опционах, они связаны даже просто с нашими историями, когда вот те компании, которые аксус участвовал, продавались, для них это пока немножко абстрактная вещь, то, что таких прецедентов не было. То есть они, конечно, принимают этого внимания, что там можно выйти с хорошей суммой денег, даже миллионами можно выйти абсолютно, но я бы не сказал, что это то, что радикально перевешивает. Я бы сказал, что радикально сейчас начинает перевешивать, это то, что очень сильная техническая…, если мы говорим про наимы технических специалистов, это то, что техническая команда сложилась очень сильно, и задачи очень интересные, продукт мировой, мирового успеха, мировой успех продукта. И люди просто приходят, чтобы работать с такой сильной командой, внутри сильной команды, это очень сильно притягивает. И у нас значительная часть найма, она происходит просто через то, что люди приводят своих же знакомых. Опционы помогают, но я не думаю, что это так критическая часть, которая влияет на то, что нам удается или не удается нанимать. То есть качество команды, миссия компании, успехи компании, я думаю, это гораздо более критичная культура компании. Это настоящие опционы? Просто в Минске были истории, когда люди думали, что у них есть опционы, но они были только на бумаге и воспользоваться ими? Это настоящие опционы, потому что они настоящим образом оформлены. Почему это возможно? Потому что эта компания структурирована в США, и она владеет, как стопроцентно владеет белорусской компанией. Соответственно, белорусские работники, они с точки зрения американского законодательства могут рассматриваться как работники американской компании. Соответственно, опционы можно начислить совершенно официально. Поэтому да, все получают сертификат, в котором указывается, сколько акций переданы, когда акции переданы. И это абсолютно официальная вещь. То есть никакой формальности, это просто эксельки, где какие-то данные формальные образовательства нет. Это все отражается в официальных документах, это все отражается в реестрах, это все отражается решениями Борда. То есть это абсолютно официально, как бы это происходило, например, в Силиконовой долине. А по белорусскому праву оформить их было нельзя? После декрета их можно было оформить, но к тому времени ФЛО уже был зарегистрирован как американская компания, и уже было много американских участников, и уже просто развернуть эту историю было невозможно, просто потому что таким образом приходило финансирование. А оформлять опционы, чисто вот когда у нас есть американская компания, которая владеет белорусской, оформлять опционы на белорусскую компанию – это фикция, да, потому что, ну, эта компания владеет, она, ей владеет американская компания, то есть надо оформлять сразу на американскую компанию. Но при этом могу сказать, что если бы мы запускали проект с нуля, то до определенной точки, с учетом нынешнего законодательства в ПВТ, делать американские или кипрские компании не было бы никакой необходимости. С какой-то точки такая необходимость могла бы возникнуть, потому что еще предстоит очень большой путь, чтобы американские или европейские инвесторы были готовы структурироваться в рамках белорусского права. Потому что это еще более сложная история, чем просто купить белорусскую компанию, потому что купил, ты все-таки обладаешь над ней контролем, а это уже менее стрессово. Когда ты инвестируешь, все-таки ты больше беспокоишься о том, как будет защищена твоя собственность, как ты будешь судиться, если что и так далее. Поэтому я думаю, что это длинный путь до того момента, когда инвестиции начнут приходить непосредственно в белорусские компании, именно уже такие системные, большие, не ангельские. Вот ангельские инвестиции можно уже сейчас сделать, а именно от профессиональных фондов, это еще будет достаточно большой путь. Но вот до того момента, пока ты договорился с каким-нибудь большим фондом, по большому счету сейчас нет никакой необходимости создавать западную компанию. То есть ты в принципе все операции можешь провести внутри Беларуси, и это по большому счету сильно упрощает и сильно снижает расходы компании. Потому что, скажем, мы сейчас платим американским юристам по оформлению сделками, такие ставки 800-1000 долларов за час, простенький юрист 500 долларов в час. То есть ты и можешь оформить, используя стандартные документы, зарегистрировать компанию дешевую, но потом, когда ты начнешь под каким-то вопросом приглашать американских юристов что-то там поправить, добавить, что-то оформить, вот тут ты уже выложишь по полной. Поэтому я бы стартапам до того момента, пока нет реально необходимости, типа уже не нашли, не договорились с инвестором, я бы не советовал структурироваться где-то в Западе, потому что сейчас реально в этом необходимости никакой нет. Да и защиты, по большому счету, как многие говорят, что так же у нас там будет индивидуальная собственность. Никаких реальных оснований сейчас регистрировать западную компанию до тех пор, пока ты не вышел на инвестиции от западного фонда, нет. И то можно даже попробовать, если это фонд ранних стадий, договориться на инвестиции, например, в бюджетскую компанию, думаю, на ранних стадиях это вполне реально, вот уже на поздних стадиях, думаю, что нет, потому что каждый фонд, он все-таки инвестирует в том праве, в котором оно привык, где у них есть лойеры, где у них наработан пакет бумаг, и думаю, это преодолеть практически невозможно в обозримом будущем. Сколько надо проработать сотруднику, чтобы получить возможность реализовать опционы? Сейчас мы сделали очень либеральные опционы, потому что мы предвидели, что такой культуры нету, поэтому мы их очень сильно либеризовали по сравнению с тем, как они обычно сделаются в долине. Они очень еще простые, то есть год отработал, тебе начислили твои опционы и все, да, то есть в принципе, если ты не бэтливер, ну, в смысле, то есть, есть единственный кейс, при котором тебя могут забрать твои опционы, если ты бэтливер, скажем, если ты взял конкуренту, слил, например, данные компании или сделал огромный осознанный крэш, например, террор акт. Это все прописано, что такое бэтливер. Во всех случаях это единственное, как это работает, отработал срок, попал в определенный грейд, в грейд ты попадаешь по результатам, то есть, проходит перформанс-ревью, проходит оценка, тебе определяют в какой-то грейд, их всего четыре. И, исходя из этого, начисляется определенное количество акций. Понятно, чем выше грейд, тем их больше. Ну и все, вот на этой точке останется. То есть у нас на данный момент нету каких-то там особых сложных вещей, типа вестинга, там, клифа и так далее, то есть мы максимально это все упростили. Почему мы это упростили? Потому что, ну, нет такой культуры, и каждому отдельно делать лекцию по венчурному праву, по опционам, как это работает на Западе, это очень сложно. Поэтому мы избрали такую максимально простую форму, чтобы вот дать этот бенефит, но при этом не слишком усложнить, как бы, работу по объяснению, как что-то вообще такое. А сколько сотрудники уже получили опционов? За прошлый год было распределено акции на 2,3 миллиона долларов. И при оценке 200 миллионов? Да. Да. Ну, можно сказать, какой потенциал на этом заработать? Ну, мы получили любой, как бы, не моя оценка, а просто некое внешнее доказательство, да, то есть любой венчурный фонд, он на этой стадии, когда он инвестирует, он в голове держит минимум 10x. Ну, иначе просто не сойдется венчурная модель. То, что там 7 сдохнет, там 2 даст какой-то умеренный профит, 1 вытянет весь фонд, проект. То есть любой фонд, когда он инвестирует, он думает только про то, что, а какой, если вообще, в принципе, шанс потенциал этого проекта сделать 10x, потому что, ну, если фонд будет ставить проекты, у которых есть потенциал сделать 2x, он никогда в жизни не вытянет экономику. Нужны проекты, которые могут сильно вырасти. Это означает, что мы, если мы взяли у профессиональных больших федеральных фондов деньги по такой оценке, значит, что внешне профессиональные инвесторы проголосовали в том, что наша компания может вырасти минимум в 10 раз. Соответственно, это основание для того, чтобы считать, что, скажем, эти опционы, которые мы там распределили на 2,3 миллиона долларов, они там могут вырасти, скажем, до 20 или более миллионов долларов. Потому что, если мы делим это на размер команды, а получало сейчас эти опционы примерно 75 человек, потому что остальные просто меньше проработали, чем нужно, то получается достаточно увесистая сумма за год работы. То есть ваш последний инвестор, Mongrove Capital, считает, что вырастет до 2 миллиардов? Ну, у нас на данный момент в нас инвестировало 5 фондов. Это не только Mongrove Capital, еще есть другие фонды. Flint, SD Ventures, Haxus, опять же, и другие. А Mongrove самый большой? Самый большой тот фонд, вот мы сейчас, я раскрою эту информацию, сейчас мы сделали новый раунд, экстеншн, ну, технически это экстеншн прошлого раунда, по размеру это как новый раунд. Вот в числе в составе инвесторов этого нового раунда, там уже такой есть очень крупный, многомиллиардный Тир-1 американский фонд. Вот это уже такой вот реально крупный игрок. Но я пока до официального оглашения не буду говорить, что это за фонд, но это из топ-10 американских фондов Силиконовой долины. Вы уже договорились с ним? Мы уже даже деньги получили. То есть раунд уже следующий прошел? Да. И какая оценка? Оценка этого раунда, это технически это экстеншн прошлого раунда и оценка его 230 миллионов. То есть мы фактически использовали прошлый раунд, но расширили его размер и добавили несколько новых участников политически, потому что когда ты добавляешь нового инвестора, особенно как этот большой фонд, автоматически увеличиваются твои связи, твой статус, это открывает новые возможности. Но вот оценка раунда была 230 миллионов этого. А когда ведутся переговоры с большим фондом, фонд пытается как-то эту оценку снизить? В данном случае таких больших споров не было, потому что оценка, это был консенсус уже по оценке между другими. А вообще, конечно, это достаточно такой длительный, ожесточенный зачастую спор, когда приходишь, говоришь свои аргументы, почему-то стоит меньше, ты возвращаешься с новыми аргументами, постепенно сходишься на какой-то точке, когда обе стороны умеренно несчастливы, но, да, это может быть длительный, сложный процесс понятия договориться. Вот почему, кстати, очень часто, особенно на ранних стадиях, используются формы типа convertible note, конвертируемые займы, потому что просто невозможно понять на ранних стадиях, какая оценка. Потом просто люди говорят, давайте мы сейчас дадим деньги, а оценку определит будущее. Вот когда будет следующий раунд, мы по этому раунду с какой-то скидкой эти деньги конвертнем в акции, потому что сейчас мы просто не договоримся, потому что ты считаешь миллионы, например, 10 миллионов, я считаю миллион, у нас ни у тебя, ни у меня нет никакого базиса понятия, какая реальная оценка, потому что нет еще никаких метрик, нет никаких бенчмарков. Вот, ну это всегда такой серьезный вопрос, но, кстати, далеко не всегда взять самую высокую оценку, это правильное решение, потому что иногда можно слишком сильно заспекулировать, и при этом, если твоя компания палит деньги, у тебя есть необходимость поднимать раунды в будущем, тебя будут поднимать еще более высокие оценки. Если ты в течение этого времени не покажешь соответствующий трекшн, свой еще рост метрик, ты уже не сможешь это сделать. И ты будешь заблокирован, потому что все предыдущие страны дадут поднять даунтаун, пойти вниз, а больше тебе никто не будет давать. Это зачастую может приводить вплоть до банкротства компании, просто потому что не могут поднять финансирование, потому что слишком сильно спекульнули на предыдущем этапе. А потом это всегда такой баланс, надо найти какой-то баланс, не слишком дешево, но и не слишком дорого, чтобы открывали, но остались открытыми возможности взять финансирование в будущем с учетом неких разумных темпов роста, а не тех клюшек, которые обычно там рисуются в венчурных презентациях. Какую оценку вы бы хотели для этого раунда? Я считаю, что это честная оценка для этого раунда, которую мы получили. У вас стоимость привлечения пользователя уже меньше, чем его lifetime value? Ответ на этот вопрос зависит от объема. То, что, наверное, когда начинаешь приобретать аудиторию, чем больше ты приобретаешь, тем выше стоимость приобретения, тем, соответственно, ты совершенно неизбежно достигаешь той точки, когда стоимость привлечения дороже, чем твое LTV. Сейчас у нас достаточно LTV, чтобы приобретать пользователей в каких-то объемах, например, миллион долларов в месяц. Я думаю, что у нас LTV для этого достаточный, чтобы приобретать, соответственно, в плюс. Выше объемы, но я пока не могу сказать, что я прям уверен, что на большие объемы нашего LTV достаточно, потому что там с определенной точки начинает цена расти весьма резко на приобретение пользователей. По данным Sensor Tower в апреле Flow продал подписок в App Store на 600 тысяч долларов, в ноябре было 200 тысяч. Вы довольны таким ростом? Нужно понимать, что мы подписки полноценно начали разворачивать буквально несколько месяцев назад, и в декабре это еще был период экспериментов. То есть мы запускали на ограниченные аудитории, только на новые, только на REST-Line, проводили эксперименты, смотрели конверсии, и фактически этот процесс формирования воронки, он еще продолжается, он еще во-многом находится в такой ранней стадии. Поэтому я бы сказал, что этот рост приемлемый, но это только начало длинного пути, потому что, ну, я могу сказать, несколько бенчмарков с рынка, скажем, Мэффит наспал, заработал в прошлом году больше 100 миллионов, Калм больше 100 миллионов, например, Кайло 70, Хитспейс, наверное, 50 или 60 миллионов. То есть если мы возьмем категорию, мы понимаем, что ауфлоу аудитории гораздо больше, проблем более острые, мы понимаем, что потенциал флоу зарабатывать даже только с подписок, это сумма сильно за 100 миллионов долларов в год, здесь нет никаких, так сказать, фантазий, это просто элементарный обсчет, исходя из аудитории, конверсия бенчмарков с рынка. А какой сейчас ретеншин флоу? Ретеншин флоу очень высокий, особенно для этой категории, то есть примерно после 5-6 месяцев использования примерно половина пользователей еще активно. А сколько платят после? Платят, это более сложный продукт, потому что на него, чтобы на него отвечать, это нужно отвечать в какой момент, в какой стране, на каком эксперименте, но наша цель, мы не хотим сделать конверсию в платящих слишком жесткой, потому что для нас важно, чтобы росла наша аудитория, чтобы наш сервис оставался доступным даже тем, кто себе не может позволить подписку. Поэтому для нас, когда мы запускали монетизацию, для нас было очень важно найти такой баланс, когда мы запустили подписку, но не использовали ретеншин. И часть экспериментов была направлена на то, чтобы найти такой баланс, и мы его нашли, то есть запуск подписок очень-очень мало повлиял на ретеншин, то есть мы практически не увеличили чарн, отток аудитории. Наша глобальная цель, вот когда мы закладываем свою финансовую модель, это в странах вроде США иметь через два года в нашей активной аудитории примерно 5-7% платящих. Это вот такая реалистичная, адекватная цифра. А я вчера смотрел на экран премиум подписки, там первое было «Take full control of your health», и дальше было «Премиум контент». То есть за что, собственно, платят, я не смог разобраться. Сейчас идет тестирование разных экранов, потому что в числе мы тестировали экраны с очень детальным описанием, и с недетальным, и с эмоциональным, и они показывают разные результаты. И, естественно, когда ты используешь Flow, можно увидеть разные экраны, потому что это все находится в этапе тестирования. Но пользователь же, когда приходит, он в любом случае может видеть, что там находится внутри, это его устраивает, это или его не устраивает, потом ее отключить. И мы, если открыть, например, отзывы на Flow и просмотреть ее, можно увидеть, что там, скажем, единиц за подпиской практически нет. Это очень-очень-очень мало. И у нас очень маленький процент возвратов – это менее 2% – это крайне малый. Сейчас подписка, она сдерживается на нескольких вещах. Прежде всего, это контент. А контент – это не всего лишь контент. Контент – это, собственно говоря, 90% value flow, потому что flow – это не период лекер. Это очень большая ошибка, считают, что flow – период лекер. Flow – наиболее ближайший аналог, что такое flow – это, я люблю приводить этот пример, это Gmail. То есть есть электронная почта, как некий центр user acquisition и retention, но при этом восприятие пользователя – простой продукт, за который пользователь не готовы платить. Вокруг него построена группа других продуктов, полноценное использование которых, там, типа диск, документы и так далее, полноценное использование которых нужно купить подписку. И через это монетизируется вся эта система от Google Suite. Аналогично, flow – это не период лекер. Период лекер бесплатный, алгоритм бесплатный, это все бесплатно. Есть более продвинутый контент и медицинский функционал, скажем, медицинские чат-боты, которые попадают под подписку. Это очень сложные вещи, вот за это уже пользователь платят. То есть они платят за продвинутые вещи, направленные на здоровье. Почему там это детально не описано? Потому что, ну, скажем, там напишешь, например, что вам будет доступен там наш хелс ассистент, который будет ваш, как доктор с вами говорить, сообщать вам о ваших опасных состояниях. Но пока ты человек этого не видел, это просто даже и непонятно, что это такое. Человек должен зайти, начать пробовать и в процессе пользования понять, ему это нужно или ему это не нужно. И когда подписка не берется, вот четко видно, что вот этот, например, чат-ботен платный, этот бесплатный, этот коден платный, этот контент бесплатный. Но в любом случае мы видим развитие подписки ФЛО через медицинскую контентную историю, а не через блокирование базового функционала, потому что для нас очень важно, чтобы наш сервис оставался доступным там любым людям, в том числе, которые не могут за это заплатить. Но может быть все равно обещать получение полного контроля над своим здоровьем, это не совсем честно. Его невозможно получить полный контроль над своим здоровьем. Я думаю, что это оправданная критика, и надо этот экран поправить, потому что, да, это, наверное, немножко такой маркетинговый перегиб. Но таких экранов, на самом деле, много, и они просто тестируются, и там еще какой будет финальный экран, это еще, ну, это пока неизвестно. Это один из вариантов. Но я согласен в том, что, наверное, здесь эта формировка не совсем удачная, ее нужно исправить. А вы читали на DevBuy статью про приложения, которые пытаются как-то скрыть условия подписки, и у них больше единиц. Как вы относитесь к такой практике? Это достаточно большой сегмент в белорусском IT. Я к этому отношусь негативно, но сам Apple сейчас очень плотно занялся этой проблемой. Мы же сами видим, что очень сильно возрастает требование к экранам. Очень многих, я не буду называть имен, очень многих поудаляли из App Store, очень многих там не принимают. То есть сам Apple занимается этой проблемой, и думаю, что оздоровление уже практически происходит. Плюс сами пользователи уже не такие наивные, это не так хорошо работает, как в былые времена. Просто был такой какой-то период дикого запада, можно было относительно быстро и легко на этом накосить, но этот период дикого запада закончился, сейчас это, скажем так, я думаю, что это уже закончившаяся повестка, просто исходя из того, что делает Apple. А вы когда-нибудь так делали? Нет. А про гипотезу? Гипотеза про то, что машинное обучение может предсказывать дату начала цикла, она оправдалась? Да, она оправдалась, но из-за этого есть такая достаточно прямая логика, что вот есть первая часть цикла, она в случае регулярного цикла, она нестабильная. Дальше овуляция, и дальше следующая часть цикла, она более стабильная, гораздо более стабильная. Вликает вопрос, что ты можешь предсказать, вообще не можешь предсказать первую часть цикла, потому что это абсолютно нестабильная вещь. Но если ты знаешь день овуляции, ты уже можешь предсказать следующую часть цикла, ну и плюс-минус улучшить прогноз. Надо понять день овуляции. Овуляция связана с различными проявлениями организма. Они очень индивидуализированы, их больше 200 в медицине известно. Это начинает от изменения настроения, и заканчивая легкими, иногда даже нелегкими болями. Они индивидуальны у женщины. Почему? И если ты способен собрать такие сигналы, соединить их с данными о цикле, то можно улучшить прогноз именно потому, что ты будешь идентифицировать лучший момент овуляции. И в случае женщин с регулярным, этот кейс работает в одном случае очень хорошо. Это и регулярный цикл, потому что в случае регулярного, там достаточно простая математика работает хорошо. В случае регулярного цикла, когда женщина вносит достаточно сигналов помимо цикла. То есть нужны сигналы, на которых это будет основано. И самый, на самом деле, главный челлендж, это в том, чтобы убедить женщину регулярно вносить такие сигналы, чтобы этот алгоритм мог работать. Это гораздо более сложный челлендж, чем то, что просто сделать эту систему. И Фло предсказывает лучших конкурентов, если у него хватает данных о женщине. Мы не делали таких прямых измерений. То есть мы делаем измерения по улучшениям. У нас есть внутренняя метрика по точности прогнозов. Мы все изменения, соответственно, измеряем относительно своей собственной точности. Но Фло в случае женщин с регулярным циклом, которые вносят данные, внедрение такого алгоритма увеличило точность значительно. А средняя ошибка уменьшилась почти с 5 дней до 2, с чем-то, 2,6, по-моему, дня. То есть вклад был достаточно большой. И Фло, я думаю, что Фло точный. Ну, точный в том смысле, насколько он может быть в принципе точным, потому что организм — это не часы. Потому что это то, из-за чего основная аудитория Фло и использует. Если бы он был неточный, их разочаровывал, соответственно, аудитории бы не было. У нас есть внутренняя метрика. Мы меряем, эта внутренняя метрика измеряет среднюю ошибку прогноза. Мы постоянно в динамике смотрим, как различные изменения влияют на динамику по этой метрике, по различным сегментам. И постоянно это импробуем, чтобы средняя ошибка падала. Это точно, на самом деле, влияет не только алгоритм. Например, на нее влияет то, что женщина должна корректно внести несколько циклов. Если женщина приходит, вносит с ошибкой только один цикл, естественно, что предсказать точно дальнейшие циклы будет невозможно. Если есть пять циклов, которые внесли корректно, еще какие-то дополнительные данные, тут уже простол для алгоритмов большой. И зачастую большая задача — это научить женщину правильно использовать инструмент, а не делать самые продвинутые в мире алгоритмы. Женщина вносит данные, вы их как-то храните. И вот в феврале была история с Wall Street Journal, который обвинил множество хэлс-приложений, в том числе Фло, в том, что они отдают вот эти вот чувствительные данные Фейсбуку. Вы согласны с претензиями, которые там были? Мы с претензиями не согласны. Мы абсолютно открыто доносили свою позицию, что было и через наши пресс-релизы, и через ответы, в том числе Wall Street Journal. И там за этой статьей было еще три следующих статьи, в которых рассказывалось, как участники этой ситуации реагировали, что они сделали, в том числе мы сделали и для DevBuy, подробное описание ситуации. Может быть, это, поскольку этот вопрос достаточно обширный, я не буду очень глубоко в него уходить, и интересующийся я могу это слать к статьям на DevBuy, которые очень подробно это описывают, но очень кратко, в чем заключалась суть ситуации. Фло, как и другие продукты, поскольку это был отраслевой стандарт, использовал Facebook-аналитику для анализа интерфейса, то есть какие кнопки нажимают. И, соответственно, уходили данные не о медицинские, а о том, как себя ведет интерфейс. Facebook-аналитику, не Facebook, Facebook-аналитику. Когда делалось это исследование, просто разломали приложение и смотрели, какие данные идут куда. И написали по статью, что шлются данные пользователя в Facebook. Но в Facebook никогда никаких данных не слалось. Данные слались, и сугубо служебные данные, только в Facebook-аналитику. И мы даже для этой ситуации, вот как технологии, даже не могли просто представить, что можно идентифицировать Facebook с Facebook-аналитикой, что можно просто написать, что данные входят не в закрытую аналитическую тулу для девелоперов Facebook-аналитик, а что они входят в Facebook. То есть это абсолютно не одно и то же. Вы уверены, что Facebook не использует те данные, которые он получает от приложения Facebook-аналитики для оптимизации показа рекламы или еще чего-то? Я не могу отвечать полностью за Facebook, но в одной из статей, которые следовали за Wall Street Journal, представители Facebook говорили, что они это не практикуют. Можно найти эту цитату, они это говорили из Facebook. Но они могут практиковать? Ну, технически они это могут практиковать. Но мы в этот момент приняли очень жесткие решения. То есть мы удалили не только Facebook, мы вообще удалили совершенно все SDK из Flow, и мы полностью отказались от использования любых третисторонних тулов. А как вы отслеживаете действия пользователей? Мы сделали свою собственную внутреннюю аналитику. То есть мы сами написали. Мы к тому времени уже много времени писали аналитику, она использовалась как раз для анализа медицинских и прочих данных, которые находились на сервере. Поэтому для нас это был не очень сильно болезненный переход. И, соответственно, когда эта ситуация случилась, мы решили действовать проактивно. Решили, что нужно стать самым правильным с точки зрения privacy и security игроком на рынке. И мы вообще удалили все SDK. На данный момент у нас нету вообще никаких третисторонних тулов, которые работают с данными Flow, за исключением AppsFlyer, это трекер инсталлов. Но мы даже в экране консента сразу пишем, какие данные будут отправлены в AppsFlyer. Очень четким, эксплиситным списком. И сейчас мы подписали еще контракт с PricewaterCoopers, аудитом из большой четверки. Они будут нам помогать сделать вообще идеальным Flow с точки зрения privacy и security. То есть они сейчас будут делать проект по тому, чтобы отаудировать нас и деполировать, как говорится, все до идеала. Но все-таки ситуация, когда медиа сейчас наезжают на Facebook и попадают под раздачу в другие компании, это справедливо? Ну, я бы не говорил про справедливо, несправедливо. Это нет дыма без огня. Это гораздо более глубокий разговор, потому что в Wall Street Journal, на самом деле, же эта история, эта статья была не про Flow, не про другие приложения, она была про Facebook. То есть, грубо говоря, если бы Flow как базу данных использовала, а Flow использовала, скажем, Flori от Yahoo или там Amplitude, то это не было бы ни в этом никакой истории. То есть это история вокруг Facebook. А почему возникла история вокруг Facebook? На самом деле, не из-за privacy она возникла. Проблемы с privacy они поднимались достаточно давно, и они, как говорится, так мягенько фейсбуком игнорировались, и большой повестки в этом не было. Реальная повестка возникла тогда, когда было обнаружено, что, ну, как их называют, русские, ну, различные экстремальные группы влияли на американские выборы. И на самом деле влияли. Почему они влияли? Потому что у нас это очень многие не понимают. Этой ситуации, что в Америке есть очень-очень-очень тонкий такой эквилибриум между двумя силами, демократы и республиканцы. Обычно президент побеждает с каким-то очень минимальным перевесом. Ну, то есть, там, зачастую это там тысячи или десятки тысяч голосов, как было на предыдущих выборах. Там, но при том, что там 150, например, миллионов избирателей. Это очень-очень-очень такой тонкий эквилибриум, который был достигнут в результате таких-то многолетних консенсусов. А сейчас я сказал, что есть инструмент. Кроме того, ты обладаешь достаточно небольшим бюджетом. Можешь на умы сомневающихся повлиять. Тебе не нужно повлиять на умы, скажем, 10 миллионов. Тебе достаточно повлиять на умы миллиона, даже за 100 тысяч, чтобы сдвинуть этот баланс в сторону той политической силы, которая тебя интересует. И в целом, Facebook, он работает за то, что у него алгоритмы, которые тебе показывают только то, что тебе интересно, он работает на поляризацию американского общества. Потому что люди начинают видеть только то, что они привыкли видеть. И, естественно, им начинает казаться, что все думают только так, и все думают радикально. А когда ты не видишь другого мнения, твое собственное мнение становится более радикальным и более неправильным. И вот Facebook, он стал своего рода такой машиной по, скажем так, машиной разрушения американской демократии. Но он стал именно потому, что есть очень тонкий баланс, который очень легко сдвинуть. И Facebook, у которого почти все американцы являются пользователями, ты можешь очень небольшими бюджетами сдвинуть этот баланс. Скажем, когда вот шли эти вмешательства в выборы со стороны русских или не русских, ну, как говорят, русских, там бюджет этого был даже не миллион. Там, по-моему, сотни тысяч долларов был бюджет, но этого было достаточно, чтобы эти фейковые новости... Там были такие достаточно грубые фейки. То есть там, например, то, что там украли переписку в штабе Хиллари Клинтон, там чуть ли не педофильский загород, но уже не такой вот грубый-грубый такой гебельский, фактический пропаганду. Она пошла в нужном направлении, поскольку люди уже замкнуты, они уже варятся в круге таких же людей, которые тоже говорят, что эти ужасные лети ужасные, они тут приходят такие проплаченные посты, люди начинают их обсуждать, что, а, вот, мы же говорили, что это ужасно. Это, естественно, что это начинает сдвигать баланс в нужном направлении, и фактически получается, что, ну, заслушается демократия в том плане, что нет уже разницы разных мнений. Есть две поляризованные группы, и, счастье, сомневающиеся, которые бегают между этими группами. И вот, на самом деле, реальные проблемы вокруг Фейсбука начались тогда, когда американское общество, особенно американский эстеблишмент, понял, что такие инструменты, как Фейсбук, они могут разрушить саму вот основу американского общества, американской государственности, путем сдвига этого тонкого, очень долго устанавливавшегося баланса в нужную сторону. И с этого момента началась вот, как бы, эта повестка вокруг Фейсбука. А, соответственно, когда уже началась повестка вокруг Фейсбука, поднялись вопросы вокруг Фейсбука и другие вопросы, это все закрутилось. А GDPR повлиял на флоу? GDPR, он, естественно, что он потребовал для того, чтобы мы изменили правеси в полисе, сделали очень строгие концентры, чтобы мы там соответствовали ряду требований по хранению данных. Это потребовало определенных, в принципе, значительных усилий в плане того, чтобы это все имплементировать. Но в плане роста нет, потому что, в принципе, уже такие строгие правила стали внедрять абсолютно все, и пользователи уже просто привыкли к тому, что нужно поставить ряд галок, согласиться, или там, типа, сделать опт-аут. То есть это уже стало стандартом в Европе, поэтому именно на рост это не повлияло, но свои ресурсы это поглотило. А смотрите, GDPR запрещает собирать и хранить данные подростков. У вас есть или была аудитория 12 или 16 лет девочек? Как вы вышли из этой ситуации? У нас всегда по регионам учитывались локальные законодательства для подростков и для детей. Скажем, в США у нас везде установлен счетчик, ты даже не можешь выбрать возраст меньше 13, и там сразу, если ты выбираешь возраст меньше 13, тебя отправляют к тому, что ты не можешь зарегистрироваться. И очень часто пользователи жалуются на то, что... Ну, маленькие пользователи жалуются на то, что мне девочка, мне 10-11 лет, я хочу использовать фло, но мне говорят, что я не могу зарегистрироваться, потому что мне нет 13 лет. Есть методы это решить, то есть надо получать явный консент от родителей, мы это планируем имплементировать, но это технически достаточно сложная вещь, это задача на будущее. А фло, фло, взаимодействие от регионов, нельзя стать пользователем меньше определенного возраста, просто даже возраст такой не можешь выбрать. То есть это в... В США это 13 лет, в Европе это 16 лет, в основном мире там по умолчанию тоже 13 лет. И если пользователи пытаются выбрать меньше возраста, сразу предупреждается, что вы не можете быть зарегистрированы ввиду вашего возраста. Поэтому у нас нету пользователей, которые официально моложе разрешенного возраста. Я думаю, что есть какая-то часть пользователей, которые, чтобы использовать фло, но если мы узнаем про такие случаи, там прямо или костно, мы обязаны таких пользователей удалить или их об этом предупредить, просто законодательно. Это законодательное требование. Но я думаю, что поскольку менструация начинается рано, мы сделаем необходимые технические усилия, чтобы официально поддерживать в будущем подростков, то есть официально получать явно родительский контент, просто это такая технически сложная, достаточно громоздкая штука. А что вы сделали с теми данными подростков, которые у вас были до введения в GDPR? Сколько я помню, у нас никогда пользователей младше этого возраста и в фло и не было. Младше 16 лет? Младше 13 лет. Ну, 13 понятно, а 16 в Европе. Такие пользователи должны были быть удалены. Причем мы эти сейчас, и поскольку мы очень строго к этому относимся, я уверен, что они были удалены. И мы вообще получаем достаточно много по GDPR запросов, что удалите наши данные или сделать другие необходимые вещи по GDPR, и мы их все делаем. Потому что мы находимся в той области, в которой мы должны следовать требованиям абсолютно. Вот абсолютно. То есть мы ни на букву не можем отступить, потому что, в отличие от большинства биросских проектов, мы находимся в очень чувствительной зоне, и мы очень большие. Поэтому никогда, никогда, никогда мы осознанно или не отступаем ни от каких законов, а даже если находится какая-то ошибка, мы максимально быстро и проактивно ее ликвидируем, просто потому, что мы понимаем, что на нашем масштабе и с нашей ответственностью, и с тем, что мы работаем с счастливыми данными, а для нас это вопрос выживания абсолютно соответствовать требованиям регуляторов. Вы сказали, что основное value flow — это контент. Чья это заслуга, что контент выстрелил? Основное value flow заключается в том, что flow делает женщин более образованными, осознанными в области своего здоровья и своего тела. Основным инструментом, при помощи которого это достигается, это контент. Поэтому да, контент с точки зрения value, который создает flow, это ключевая часть продукта. Я под контентом веду не только статьи в ленте Фиде, я произвожу чат-боты, разнообразный контент. Это любая информация, которая доносится пользователю на основании тех данных, которые мы получили о статусе этого человека с точки зрения сигналов. Это работает следующим образом, что мы получаем какой-то сигнал, это может, например, голова болит, и потом на основании этого сигнала, зачастую сочетания сигналов, мы даем полезные советы, полезную информацию для того, чтобы человек, как минимум, осознал, что такая проблема существует. То есть переводим из зоны «я не знаю, что я не знаю», в зону, что я хотя бы осознаю, что такое существует. Желательно в том, чтобы человек мог решить эту проблему. А это, извините, это не может быть минусом, потому что сейчас, говоря, что есть овердиагностика, это тоже проблема. Человек начинает искать какие-то проблемы в своем здоровье и ходит по врачам, хотя ничего серьезного с ним не происходит. Мы не ставим прямых диагнозов, хотя у нас есть определенные инструменты, которые позволяют людям как минимум осознать потенциал проблемы и пойти к врачам, которые могут поставить диагноз. Например, у нас есть один из наших хелс-эссистентов, чат-ботов. Он направлен на аудиторию с сигналами, которые могут означать поликистоз, как он работает. Для аудитории, у которой есть первичные сигналы вроде регулярного цикла, вводится чат-бот, и он начинает говорить, как врач, задавая вопросы, каждый следующий вопрос уточняет предыдущий, в зависимости от ответа, начинает выяснять, насколько велики эти шансы. Этот чат-бот был создан при участии профессора из Лондона, который был главой Ассоциации гинекологов Европы длительное время. Профессор очень уважаемый, награжденный несколькими британскими орденами. И вот он работает очень эффективно. Сам профессор оценил, что результаты его сопоставимы с результатами хороших врачей до диагностики вроде ультразвука. То есть то, что можно сказать на основании первичного вопроса. И как это работает? Из-за того, что женщины не осознают, что такая проблема вообще может существовать, потому что она не связана с какими-то острыми проявлениями, они не идут к врачу и живут с этим. А живя с этим, они становятся зачастую бесплодными, потому что поликистоза это самая главная причина бесплодия. И мы повышаем осознанность при этом. Мы говорим, что у тебя есть некие первичные признаки, иди к врачу, врач сделает ультразвук, и, соответственно, будет понятно, что ты в зоне риска или нет. И почему мы знаем, как это работает? Из-за того, что мы к одним и тем же пользователям можем напрямую обращаться, мы просто потом, когда они прошли чат-бот, мы через месяц спрашиваем, сходила к врачу, какой результат? И мы, исходя из ответов, понимаем, как это работает, какой процент эффективности. И мы получили очень много писем в плане такого, что я пошла к доктору, доктор сказал, что этого не может быть, но я был настойчивый, меня отправили на ультразвук, и оказалось, что у меня действительно запущенный поликистоз. Спасибо, Фло, что меня проинформировал об этом. Вы производите много контента на разных языках, и я понимаю, что в основном из Минска. Как получается? Не совсем из Минска. В Минске работают менеджеры, которые работают с контракторами. Контракторы находятся в разных регионах, в Европе, в США, частично в Беларуси, но контент весь сразу создаётся на английском языке, он не переводится. Есть три стадии создания контента, даже четыре. Первая стадия – это когда наша медицинская команда вместе с медицинским бордом определяет, а что нужно вообще осветить. Это фактически тематический план. Дальше пишется сам контент, это в зависимости от тематики, может писаться как журналистам, если это что-то простое, так и только докторами, если это что-то медицинское. А дальше в медицинский борд профессора проверяют этот контент. И только такой контент, который уже прошёл весь этот путь, он попадает внутрь флоп, потому что для нас абсолютно критично, чтобы наш контент был очень такой высокий с точки зрения медицинской точности. Сейчас у нас медицинский борд уже достаточно обширный, у нас 15 человек в медицинском борде, включая профессоров из Стэнфорда, Оксфорда и других университетов такого уровня. Вот они обеспечивают то, что это было точно с точки зрения медицины. А дальше этот контент уже с английского его переводят. Его переводят при помощи как контакторов, так и агентств, но дальше после перевода тоже есть медицинская проверка местным научным редакторам. То есть в целом это такой дорогостоящий, длительный, сложный процесс, учитывая, что во флоу уже сейчас тысяча элементов контента. То есть менеджеры, редактора в Минске, это реально для них делать издания, например, для американцев? Если ты работаешь с теми, кто с автором из Америки, если ты работаешь с научным специалистом из Америки, то почему нет? У нас в том числе сейчас есть в штате еще американский чиф-эдитор, который закладывает именно стиль нашего контента. То есть она вот подбирает, она живет в США, она в штате фло, она подбирает... А где она раньше работала? Она раньше работала контрактором на другой период трекера и потом написала, пришла к нам. И она, соответственно, очень опытная в этом вопросе, но ее задача не столько редактировать, сколько находить тех, кто редактирует, закладывать стили, контролировать качество. И в том числе она создала для нас такой стайл-гайд, типа вот как надо писать контент во флоу, чтобы он был, ну, таким, не грубым, не оскорбительным, не давящим, аккуратным с точки зрения западных стандартов общения с людьми. Поэтому, если у тебя контент создают западные специалисты, то ты можешь ими, в принципе, управлять из Минска. Можно ли сделать хороший контент без привлечения западных специалистов для Запада? Я думаю, что можно, но гораздо более сложно, потому что у нас все-таки не так много есть людей с глубинным пониманием культуры и глубинным именно вот нативным пониманием языка, чтобы это все-таки не получилось так немножко, как сказать, чтобы видно, что это все-таки какой-то такой ненативный язык. Во флоу есть фит. Его сложно было сделать? Сейчас мы как раз перешли на фит, который управляется полностью сервером, и он будет очень такой гибкий, очень сложный и очень продвинутый в плане того, что каждый пользователь, он видит контент, который ему подходит. И это достаточно сложные, продвинутые алгоритмы. Да, фит было сделать сложно, это технически сложная сдача. Она и технически сложная, но еще более сложная в плане того, что бессмысленно всем людям валить одно и то же. То есть люди должны получать контент, который им или полезен, или интересен. Можете поделиться какими-то инсайтами, что вы поняли про фит, пока решали эту задачу? Мы поняли достаточно простую вещь, что людям интересно то, что про них. Ну вот если ты имеешь какой-то, ну, датапоинт, который там через какой-то из стрекеров или там через запросник или через чат-бот получил, например, что есть какая-то такая-то проблема со здоровьем, и начинаешь сообщать про это контент, сообщать про это советы, то engagement в это всегда очень высокий. Или ты делаешь автогенерируемый контент, там типа отчет по циклу или отчет по твоему здоровью за прошлый месяц. Также, естественно, что очень высокий engagement во что-то новое, поэтому в такие статьи более общего плана очень хорошо читают тинейджеры, потому что для них все новое. Те, кто уже повзрослее, уже похуже. Они больше ориентированы на такие-то, такие, более такие темы, которые всегда всем интересны, например, про секс. А потом, когда наступает беременность, тут уже новый огромный всплеск engagement, и вот уже беременные, они уже такие очень скрупулезные, они не читают длинные лонгриды, они хотят как можно больше контента, потому что опять что-то новое для них. Ну, то есть в целом очень сильно зависит от сегмента, очень сильно зависит от человека, и здесь нельзя сказать, что есть какое-то вот такое нечто универсальное для всех категорий. Бритц, есть ли у вас зарплата в Афло? Есть. Айфон или Андроид? Айфон. На какой машине вы ездите? Он крузит. Три самых перспективных белорусских стартапа сегодня родами с Беларусью. Я не хочу отвечать на этот вопрос, потому что я настолько сильно сфокусирован на Афло, что я практически не знаю, что происходит в Беларуси. Я знаю только Афло и Хаксусские проекты, и то даже Хаксусские проекты я знаю очень просто, потому что у меня все мое время и энергии ходят только на Афло. Где хорошо выпить в Минске? Выпить? Да. Не знаю, я никуда не хожу и не пью. Вообще? Могу выпить полстакана сухого вина, но не более, и достаточно редко, но я никуда не хожу, поэтому не знаю, где хорошо выпить в Минске. Три супергероя белорусского Айти? Добкинс с Лознером. Это вот те люди, которые могут сказать, что во многом для меня ролевая модель. Может быть, не скромно, но факт, Юрий Гурский. Я бы сказал, что очень большой позитивный вклад в защиту и развитие отрасли внес и вносит все Волод Янчевский. То есть, он очень непубличный человек, практически, насколько я знаю, вообще нет с ним никаких интервью, но изнутри я знаю, что это такой ангел-хранитель Айти сейчас и его роль в том, что мы себя чувствуем благополучно и не возникает каких-то проблемных ситуаций, которые там возникали два года назад и все, и к нам хорошее отношение, в этом огромная заслуга Всеволода Янчевского. Я бы вас поставил третьим героем, причем абсолютно без какой лекции, я никак не завишу и на меня это никак не влияет, но это объективный человек, который сделал очень многое для отрасли и очень много продолжает делать. Я многому человеку, которому я восхищаюсь, потому что лично восхищаюсь, потому что он такой очень разнофакторный человек, он в свое время победил в Республиканской Олимпиаде по математике, но при этом он еще развит гуманитарно, у него широчайшая эрудиция и при этом, в отличие от многих интеллектуалов, он еще такой человек-дела. Это очень-очень редкий тип человека, когда интеллектуал, и который при этом еще является человеком-дела, который может дожимать вещи. Я даже таких практически в своем окружении больше и не знаю. Обычно те, кто могут дожимать, не интеллектуалы, именно поэтому они способны дожимать, потому что у них мало сомнений из душ. А вы верующий? Нет. А вы счастливы? Да. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok